Всем привет! С вами Марина Киселёва, и сегодня я вам раскрою очередной секрет английского языка. А именно, это слово «какой» и разницу между английскими словами. А какими именно, сейчас нам скажет Петя. Петь, знаешь ли ты, какие два слова с английского переводятся как «какой»? Знаю одно – «вот». Вот. Ну, в общем-то, ты уже на половине пути к успеху. Правильно. Одно слово «вот», а второе слово «вич». И давай мы с тобой разберем, в чем же между ними разница. Посмотрите на нашу табличку. Итак, слово «вот», оно переводится как «какой», как я уже сказала ранее. Но «какой», когда мы имеем в виду в целом, когда мы задаем вопрос в целом. Например, какое у тебя имя, какой у тебя адрес. Посмотрите на наши примеры. Например, what is your name, what is your phone number, what cars do you like, what books do you read. Да, то есть мы спрашиваем в целом, какие книги ты читаешь, какие машины ты читаешь. Или какой у тебя номер телефона. А «вич» мы используем, когда мы говорим про, вернее, спрашиваем про выбор. То есть, какой из, который из. Например, перед тобой лежат три книги. И я тебя спрашиваю, какую из них ты хочешь взять. Или какая из них тебе больше нравится. В русском мы можем упускать. «Из» мы можем просто сказать, какую книгу ты хочешь взять. Но в английском мы будем использовать именно «which». И давай посмотрим на наши примеры. Which of these books do you want to read? То есть, какую из этих книг ты хочешь прочитать. Либо «Which is your favorite TV show?» The Top Gear or The Popstars? Мы тоже выбираем. Какая твоя любимая передача, телепередача? Top Gear или Popstars? Which pen do you like? Red or blue? Какая ручка тебе нравится? У меня две ручки, да? Или там ребенку ты даешь, например, два крандашера и две ручки. И ты спрашиваешь. Which one do you like? Which pen do you like? Red or blue? Выбор. Два. Три. Десять. Либо «Which phone is yours?» Какая может быть ситуация? Ты подходишь на столе, лежит три одинаковых телефона. Особенно в наше время это очень популярно. Сейчас у всех практически одни и те же телефоны. И порой подходишь к столу и не понимаешь вообще, где тут твой. И можно спросить. Which phone is yours? Или which phone is mine? Либо последнее предложение на этой страничке это Which one is your dog? Как бы ты перевел это предложение? Какая из собак твоя? Мы можем спросить. Ну, которая твоя-то? Бегает, например, пять собак и ты посмотришь. Ну, которая твоя? Which one? Как правило, слова what and which мы используем с неодушевленными предметами. Ну, или собаки-кошки в английском они считаются неодушевленные. It на них говорят, как правило. Да, до тех пор, пока это, конечно, не домашнее животное, твое личное, да. То есть, конечно, твоя собачка или твоя кошка, это уже были либо хили, либо жили. Но в целом, во всех даже книгах, рассказах это it. Собака-кошка. Ну, ладно, не будем отходить от темы. Продолжаем. И тебе первое задание. Нужно вставить либо what, либо which. Если все понятно и нет вопросов, тогда давай делать. Добрый вопрос. What would you like to eat? Что-бы ты хотел? Would you like, что-бы ты хотел? То есть, ты просто спрашиваешь в целом, что-бы ты хотел? Which would you like? Tea or coffee? Tea or coffee. У нас выбор. What flowers does she like? Right. To see or not. То есть, в целом, какие она любит? Розы, пионы, фиалки. What do you think about it? Right. Which one is your cat? Which one is your cat? Is your cat. Which one is your cat? I don't know. What color are your eyes? What color are your eyes? То есть, какого цвета твои глаза? Выбора у нас нет. Мы просто спрашиваем. И третье выражение, которое я решила вместе, все вместе, группой дать, это what kind of. What kind of, оно похоже в какой-то степени на what, но здесь идет оттенок на вид или на тип kind, это вообще переводится как вид или тип. То есть, когда мы спрашиваем, какого вида, например, машины ты, например, почитаешь, или какого вида книги ты любишь читать, и мы говорим в целом, я люблю, например, классику, или я люблю спортивные машины, или какого типа музыку ты слушаешь, я слушаю классику или рок, или еще что-то. Понятно? Да. Ну, тогда давай. Ну, прочитай ты вот эти предложения. What kind of music do you listen to? Classical. Угу. What kind of food do you prefer? Prefer. Prefer. Japan. Japanese. Japanese. Окей. Да. Какую еду я предпочитаю, да? Угу. Prefer. Японскую. What kind of cars do you like? Italian sports cars. Ferrari. Угу. Окей. What kind of person is she? She is very kind and nice. Да, вот это предложение, оно кажется сложным на первый взгляд, но в русском оно будет переводиться гораздо проще. What kind of person is she? То есть, какая она? Это когда мы хотим узнать про ее черты характера. What kind of person? То есть, какого вида человека она? Добрая, злая, открытая, закрытая, щедрая, скупая и так далее. What kind of person? She is very kind. Она самая лучшая? She is very kind. Она очень добрая and nice. А nice? Nice. Милая, приятная. She is nice. А иностранцы очень, англоговорящие, очень любят говорить слово nice. Просто через слово практически. Да, он сухооттенков имеет. Nice, yes. Yes. Ну, значит, смотри, у нас получилось с тобой what, which и what kind of. Да? Понятно? Да. Все три понятно? Более-менее, да. Более-менее. Ну, давай тогда трансляцию покажем. Какого типа страны тебе нравятся? Я люблю жаркие страны. What kind of countries do you like? I like warm countries. Да, именно warm. Молодец. Потому что в русском языке у нас мы говорим жаркие, а в английском они говорят warm countries. Не hot. Это касается горячей еды, горячей нафига. Да. Hot, да. Горячие. Ну, или it's hot outside, на улице жарко. Ну, да. Если еще может быть hot, как spicy. Это как spicy, острая. Можно сказать hot, можно spicy. Какая страна тебе нравится, Франция или Германия? Which country do you like, France or Germany? Which country do you like, France or Germany? Correct. Yes. Какой у тебя любимый цвет? What is your favorite color? Какой у тебя адрес? What's your address? В долине на второе слово. What's your address? Какой он человек? What kind is he? What kind of чего? Of кого? What kind? Of person. Или what kind of man is he? Yes, yes, yes. What kind of person is he? Yes. Можно сказать. Круповый человек. Который из них твой дом. Which one is your house? Ну, вот и все. Молодец. Все? Yes. Сейчас уже свои выремения. That's it. That's it. Это все. Отлично. Структура понятна. Угу. Замечательно. Я надеюсь, что вы больше не будете путать слова which, what, and what kind of. И если вам понравился данный урок, то поделитесь им с друзьями. И, возможно, присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Фейсбук. И ссылка на основной курс нашего видео живых уроков находится под данным видео. Всем пока. Thank you. Bye-bye. Thank you too. Bye-bye. 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 Bye-bye.